с вами николай пименко в проекте дата сегодня 24 апреля международный день многосторонности дипломатии во имя мира а также сегодня международный день солидарности молодежи который отмечается с 1957 года по решению так называемой всемирной федерации демократической молодежи и еще сегодня всемирный день защиты лабораторных животных ну а теперь о родившихся на свет в 1774 году появился фрэнсис боффорд английский моряк который разработал 12-бальную шкалу силы ветра в 1812 году после тяжелого ранения он оставляет море и служит гидрографом в британском адмиралтействе его протеже кстати был роберт фитцрой командовавший судном бигл на котором совершил свое путешествие никто иной как чарльз дарвин в 1838 году шкала боффорта была принята на британском флоте а потом и моряками всего мира в 1898 году родился киноактер анатолий кторов некоторые работы процесса трех миллионах праздник святого йоргена в 1899 году родился русско-американский писатель владимир набоков ну а в 1916 году появился на свет заслуженный мастер спорта григорий федотов ему был отпущен всего 41 год он первым из футболистов сумел таки забить сотни мячей в чемпионатах страны в 30 и 40-е годы считался одним из лучших футболистов европы именно федотов одним из первых в мире ну если не первым стал исполнять так называемый штрафной удар сухой лист 1942 год день рождения барбары страйзанд а точнее барбары джоан страйзанд американская киноактриса и певицы она известна по фильмам смешная девчонках и вот доли главное событие и другим говорила она так не родись красивый и ты добьешься успеха никого не люби и ты будешь нравиться всем 1952 год рождается жан-поль готье французский модельер после работы у пьера кардена он 78 году двадцатого века просто уходит свободное плавание и не просто даже уходит а придумывает свою первую коллекцию которая идет в разрез со всеми существовавшими тогда направлениями моды и была эта коллекция навеяна как говаривал сам маэстро лондонским уличным стилем его наряды оказывают большое влияние на французский рынок готовой продукции последние годы он заявил о том что прекращает свою деятельность но наверное это не совсем так событие дня 1682 год в пустозерском остроге ныне архангельская область земляном срубе сожжен протопоп а вакум и другие вожди старообрядчества он протестовал против церковных реформ патриарха никона знаменитый ревнитель древнего благочестия пишет собственное житие гениальное произведение по мнению многих историков которые содержат описание россии того времени 1792 год в этот мир приходит клод жозеф оружие де лиль французский поэт и композитор который написал военную песню рейнской армии знаете такую знаете всему миру она известна как марсельеза гимн франции нынешний вариант представляет собой шесть куплетов из которых пять принадлежат перу клода жозефа и один антуану писон но школьному учителю из изера который существенно дополнил песню во время прохода марсельских добровольцев через свой городок в 1877 году россия объявляет войну турции в результате заключенного по окончании войны сан-стефанского договора она россия получит часть армении отторгнута от нее ранняя часть бессарабии турция будет вынуждена признать независимость румынии черногории сербия а также обязуются предоставить самоуправление боснии и герцеговине составе османской империи образуется автономное княжество великая болгария который находится под прямым влиянием россии 1895 год американский моряк джошуа с локом отплывают из бостона сша в одиночное кругосветное плавание он первый человек которому это удастся его шлюп под названием спрей пробудет в пути три года два месяца и два дня 1909 год впервые кинооператор совершает полет на аэроплане это происходит в сент-а-селе поблизости от рима в качестве пассажира его оператор берет на борт своего биплана уилбур райт 1967 год гибель космонавта комарова при первом испытании космического корабля союз-1 вспоминает алексей леонов комаров и гагарин прибывают на космодром еще ночью докладывают о готовности к старту первый космонавт земли был последним кто видел комарова живым через 540 секунд после запуска корабль выходит на орбиту на втором витке с комаровым установлена связь этот докладывает на землю они штатных ситуациях а потом была официальная версия тасс при открытии основного купола парашюта на 7 километровой высоте по предварительным данным в результате скручивания строк парашюта космический корабль снижался с большой скоростью что и явилось причиной гибели комарова 2007 год в москве в храме христа спасителя проходит церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента россии бориса ельцина ну и последнее в 1953 году английская королева елизавета 2 награждает премьер-министра великобритании уинстона черчилля высшим орденом страны орденом подвязки вообще с тех пор как 23 апреля 1349 года король англии эдуард второй учредил орден подвязки его получают только самые достойные и есть своя легенда утверждает что во время бала фаворитка эдуарда второго уронила свою синюю сверкающую драгоценностями подвязку от чулок король как галантный кавалер подбирает ее и повязывать себе на рукав чем вызывает естественно улыбки у своих придворных тогда эдуард буквально кричит позор тем кто сейчас смеется многие из вас будут счастливы и горды надел на себя в один прекрасный день такую ленту я объявляю об установлении королевского ордена подвязки так что не все что сначала смешно становится смешным потом с вами был николай пивненко в проекте дата